Лживая Америка Я считаю Америку исключительной. Отчасти потому, что мы проявили готовность, жертвуя кровью и богатствами, отстаивать не только наши узкие личные интересы, но и интересы всех. Прямо с трибуны ООН заявил на весь мир президент США Барак Обама. Этой исключительностью он пытался оправдать грубейшие нарушения международного права, переходящие порой в преступления против человечества. Но он оправдывал это стремлением к безопасности и борьбой за счастье людей на всей планете. Знал бы Обама, что еще выйдет в свет с волшебной флешки Эдварда Сноудена, не торопился бы упражняться в риторике. То, что Америка пытается оправдать убийством миллионов людей в Ираке, Афганистане, Ливии и Югославии с заботой об их безопасности, уже звучит абсурдно само по себе. Но в последние дни американские чиновники начали и вовсе отрываться от реальности. Директор национальной разведки США Джеймс Клеппер раздраженно назвал обвинения АНБ безосновательными. А прослушивание иностранных лидеров и взлом их почты, напомним, США прослушивало 35 глав иностранных государств, Джеймс Клеппер назвал нормальной практикой. По мнению главного американского разведчика, все это делается в целях международной безопасности. А если развить мысль Обамы, то и вовсе в интересах тех, кого АНБ прослушивает. И это еще не считая прослушки телефонов, взломов электронной почты, контроля за банковскими счетами сотен миллионов, если не миллиардов обычных людей. Но тогда позвольте вопрос, чем безопасности своей страны, международной безопасности или пусть даже безопасности США угрожали первые лица их союзников, таких как Испания или Мексика? Кому в конце концов в Америке или в Европе угрожала немецкий лидер Ангела Меркель? Более того, когда Берлин потребовал от США хотя бы для галочки официально гарантировать защиту персональных данных и частной жизни немецких граждан, американцы отказались сделать даже это. Все указывает на то, что власти США упорно игнорируют факт независимости своих союзников и пытаются вести себя с ними как с наемными руководителями колоний или протекторатов, не имеющих права на самостоятельную внешнюю политику. Можно предположить даже больше. При помощи банального шпионажа правительство США дает конкурентные преимущества собственным корпорациям, попросту кидая своих союзников и партнеров на деньги. Сегодня верить в то, что Америка пытается примерить мундир мирового жандарма сугубо из гуманистических соображений, могут только очень наивные и недалекие люди. Но самое страшное заключается в том, что мы все это уже проходили. 70 лет назад один лидер уже называл свою нацию «исключительной» и не хотел считаться суверенитетом других стран. Тогда это стоило миру 70 миллионов человеческих жизней. Может, господин Обама зашел уже слишком далеко? Субтитры создавал DimaTorzok